Вы смотрите новости на телеканале Оркин Медиа в студии Виктория Буханцева. Здравствуйте! Сегодня выпуски. Короткое замыкание. На улице Ленина рано утром горела иномарка. На момент пожара машина находилась на проезжей части, хозяин машины находился внутри. Спортивный триумф. Какая из школ города оказалась сильнее в стильбе, гимнастике и беге на лыжах, подвели итоги ежегодного президентского многоборья. Каждый раз, конечно, новые участники, потому что они подрастают. Школьная лингвистика. Через 7 лет казахстанские старшеклассники будут изучать физику и химию на английском языке. В городе продолжают вспыхивать машины. Сегодня утром на улице Ленина возле шестого дома загорелся Вольсваген. Авто было припарковано на обочине. Когда водитель попытался его завести, из-под капота повалил дым. Хозяин сразу же вызвал пожарных. Когда наряд приехал, передняя часть машины уже полыхала. Потушить огонь удалось за несколько минут. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. На момент пожара машина находилась на проезжей части. Хозяин машины находился внутри. По прибытию мы обнаружили горение открытым пламенем, сгораемых деталей двигателя. Сейчас машина, конечно, нуждается в ремонте. И по данному факту будет проводиться расследование. Время перемен. Пятая школа готовится принять новые стандарты и требования к сфере образования. Как отметил в своем послании президент страны, отныне казахстанские дети должны свободно владеть государственным русским и английским языками. На последнем старшеклассники будут изучать биологию, физику, химию и информатику. Это задание главы государства должно быть выполнено до 2023 года. А вот учить их этому и другим предметом будут только преподаватели, которые прошли спецэкзамен еще до поступления в ВУЗ. Диагностику умений начнут проводить уже с этого года. А на будущее запланировали перевести на онлайн-режим сдачу ЕНТ. Это стандарты, которые уже в других крупных странах используются. Я считаю, что и нам пора равняться на них. Знание трех языков поможет нам улучшить контакт с иностранными людьми. Четкий отбор учителей улучшит качество образования. Новый путь. Студенты города вместе с пенсионерами, молодыми активистами и специалистами по кадрам обсудили, как можно помочь Казахстану войти в 30-ку самых развитых стран мира. Эту задачу поставил перед страной президент в своем послании. Достигнув этой цели, республике откроются новые горизонты на экономическом рынке мира. А в самом государстве люди станут жить лучше. Но путь к роскоши нужно начинать со школы. Для качественного фундамента образования из бюджета выделят 20 миллиардов тенге, которые потратят на строительство школ. Дополнительные деньги уйдут с казны на то, чтобы выпускников обеспечить бесплатным техническим образованием. А деньги из национального фонда уйдут на то, чтобы страна начала выпускать авто, появились перерабатывающие сырье заводы и многое другое. Мы любую поддержим, но учитывать надо здесь одно. Но у вас должно быть независимое залоговое обеспечение. Прежде чем получить кредит, у вас залог должен быть. Неисполненная мечта. Во дворце школьников прошел турнир по Казахшаку Рес в память о погибшем воине в Афганистане Самати Нургалиеве. Уроженец восточного Каунрада до службы занимался борьбой и мечтал стать чемпионом Казахстана. Но честь прославить его имя досталась молодым спортсменам. На ежегодный турнир, который проводится уже в 14-й раз, заявились почти 100 юношей. Соревнования прошли в бывшей школе номер 18. В учебном заведении под этим номером в поселке Восточный Каунрад учился воин-интернационалист Самат Нургалиев. Мой брат посещал раньше, занимался этим видом спорта. Тогда мы жили на Восточном Каунрадском роднике. У нас был большой спортзал, где проводились ежегодные соревнования. Он сам участвовал в этих соревнованиях. Кто тогда не мечтал о большом спорте? Начинающие чемпионы боролись за свои титулы в 10-ти весовых категориях. Самым легким победителем стал Мухаммеджан Алимшаих. 29-килограммовый обладатель первого места Бийбет Диас. 32-килограммовый Дамир Аманбеков. Конышбеку Ануару досталась золотая медаль в весе 35 килограммов. Арымкулу Адилю в весе 38. Ербулат Толюбек стал лучшим в категории 42. А Толюхан Ильяс, Ернат Барлыбеков, Адильжан Туктиев и Михаил Фисенко стали фаворитами в весе от 46 до 60 килограммов. Победы на ринге. Балхашские спортсмены завоевывали область. Две команды по боксу и кикбоксингу получили путевки на республиканские турниры. Отборы сильнейших проходили в Караганде. Соперничали на областном чемпионате по боксу 260 юношей. Среди них 10 из балхашского клуба «Жек-пи-Жек». В финал вышел только один наш спортсмен Акыл Даулет Кали. Восьмиклассник блестяще прошел отбор весовой категории 52 килограмма и также довел дело до конца. В полуфинале он встретился с карагандинцем и во втором раунде выиграл его техническим нокаутом. Такой же итог и у финальной игры. Соперник из Сатпаева не выстоял и одного раунда. Подтверждать свой титул чемпиона балхашскому боксеру теперь придется на республиканском региональном турнире 3 марта. Соперники были не очень сильные. Для меня победы, можно сказать, дались легко. Теперь буду готовиться на республику. Там будут соперники из Караганды, Костана и Павлодара. Отличились и наши кикбоксеры. В областном отборочном чемпионате выступали восемь воспитанников ФОКа и Дю США. И все заняли свое место на пьедестале почета. Им удалось обойти сотню соперников. Четверо балхашцев завоевали золото, трое – серебро. Еще одному спортсмену досталась бронза. 23 февраля обладатели первых и вторых мест поедут на республиканский чемпионат в Шимкент. Это отбор на чемпионат Казахстана, который пройдет в Шимкенте среди юношей 2000-2001 годов. Спортсмены очень все хорошие. Ребята, которые проиграли, думаю, это им будет уроком в дальнейших соревнованиях. Будут усиленно заниматься, достигать высоты. Спорт начинается с семьи. Это было доказано в седьмой гимназии. Там прошли фамильные соревнования среди детей и отцов. 11-3 у из двух мальчиков и одного отца прошли 10 видов испытаний. Начались они с гонки в мешке, продолжились прыжками с мячом и обручем, перетягиванием каната и поднятием гири. В итоге равными соперниками оказались папа и дети седьмой гимназии и 24-й школы. Они разделили между собой трофеи – первое место. Также в числе лучших – лицей номер 15,2 и школы номер 16,8. Этапы были интересные, но очень трудно было с гирями. У меня вес легкий и, думаю, поэтому я немножко мучился. Спорт в ассортименте, стрельба, силовая гимнастика и бег на лыжах – такие испытания проходили балхашские школьники. Только вот в каждом виде участвовали не разные команды, а одни и те же. Президентское многоборье проходит дважды в год и для участия выставляет только самых лучших. В роли судей побывали и наши журналисты. Крепкий хват, руки на ширине плеч. Атлета Мангильды знает все законы правильных подтягиваний. Хотя готовился девятиклассник недолго, выступил вполне достойно. Как на турнике, так и в стрельбе – первом испытании. Там школьник выбил 5,6. Я готовился как три дня. Ну, доволен. Мне нравится спорт, да. И я занимаюсь иногда сам. Пока парни одолевают турник, девушки отжимаются. Представительницы слабого пола показали неслабые результаты. После упора лёжа – сразу на лыжи. Так, первая готова? Да. Марш! На лыжном кроссе разницы для мальчиков и девочек нет. Для всех дистанция одна – один круг в километр длиной. Для тех, кто ещё плохо стоит на снегоступах, задание упростили. Атлетам из средней и младшей возрастных групп путь нужно просто пробежать на время. Оно проходит каждый год, ежегодно. Ну, сюда входят виды стрельба, силовая гимнастика, подтягивания мальчики, девочки отжимаются. И бег на лыжах. Каждый раз, конечно, новые участники, потому что они подрастают. Цель какая у нас? Чтобы дети занимались спортом, чтобы они больше были на улице, двигались, а не сидели возле компьютера. В президентской многоборье заявились 15 сборных по 12 человек. Участников поделили на три возрастные группы – 17-18 лет, 15-16 и 13-14 лет. По итогам трёх туров определились командные лидеры. Лучше всех выступила первая школа. Немного отстала 17-я – бронза у школы номер 10. Определили сильнейших и в личном зачёте. Среди мальчиков больше всего баллов набрали Адиль Кабдрашев, Николай Чузлов и Максим Перов. Среди девочек первые места у Аягосболтагирей, Оксаны Бакиной и Полины Казанковой. На этом пока всё. Следующий выпуск завтра в 20.15. Из материалов наших корреспондентов вы узнаете, кого Аким лично встречал на перроне и каких специалистов привёз с собой поезд независимости. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова